Миссия считает. Вы, рекламент, не соблюдаете. Я предложил высказаться, вопросы. Промолчали, вы, если вы, промолчали, рекламент соблюдаете. Вы не соблюдаете рекламент, вы не имеете права, что там не стеется. Так, все ли, счастливо. Так, просто стея, кто вы сдержался? И я буду высказываться, и я буду высказываться. Давайте, давайте, микрофон. Давайте, микрофон. Не сяду, пожалуйста. Пожалуйста, держим руки. Кто выдержался? Нет. Давайте микрофон. Давайте микрофон. Давайте микрофон. Давайте микрофон, я буду рассказывать. 6. Выдержалось 6. Так, переходим к следующему вопросу, пожалуйста. Алексей Геннадьевич, вы что вы творяете? Давайте туда полицию рисуем. Я думаю, что это посол, на то, как вы не входили в сомнание. Давайте. Давайте полицию. Давайте полицию. Давайте. Давайте, за собрание выдерживайте. Давайте, за собрание выдерживайте. Выдерживайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Давайте, пусть вызывает палитры на то, что вы срываете собрание. И не даете. Срывайте рекламу, в которой принесли. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Не выдерживайте. Уважаемые участники публичного случая, немного мы приостановимся, просьба из зала не расходиться. Сейчас прибудут сотрудники полиции, если сложить с чемпионат, то разберемся. Давайте, давайте. Хулиган, да, хулиган, да, хулиган. Да, 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 хулиган. Да, 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 давайте, давайте. Человек срывает утвержденный регламент, а я хулиган. Нормально, нормально, нормально. Вы нарушили регламент, вы срываете закон о проведении публичных слушаний. Вы полностью дискредитируете муниципальную лайк. Счетной коррупции, пожалуйста, пересчитайте присутствующие в зале, чтобы вы четко понимаете то количество и честных публичных слушаний. Безусловно. Безусловно. И не даете, потому что вот эти разрешения, которые дают, построены на коррупции архитектурно-разрешительных органов. Потому что, в соответствии с законодательством, построить там жилые дома нельзя. Их можно построить только за взятку. Больше ничего. Специально для этого принес сюда вам выписки из СНИПа, по которым предоставляются площади. А вы не хотите слушать? Тогда это не слушание, а публичное поднятие рук. Но не публичное слушание. А это вещи разные. Вещи разные. Не хотите слушать? Нечего было приходить. Тогда идите, замаливайте грехи в тех церквях, которые сейчас есть. Да, столик не доживете. Бог не даст. Бог не даст. Вы говорили про библиотеки, а вы сами ходите в библиотеке, возьмите любую книжку. Уважаемый! Уважаемый! Вы какой сам церкви имеете? Я? Я миллионир. Я никакого сада не имею. А я спрашиваю представителей РПЦ. Вы уже там обманулись. Я спрашиваю того, кто вышел предложение представителя РПЦ. А их нет здесь. Они заяны. Пришли два саду. Столкнули, а сами не дешили. Они пошли в библиотеке и давали. Они РПЦ. Да, 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 да. Они не РПЦ. Самый главный. РПЦ. Знаете, где стоит? Угол Держинского и Войска. Вот там сейчас Гольфович первый писал. Раньше там больше всего поход в подвале сидела. А сейчас там больше первый писал. А сейчас там больше первый писал. Самый тонкий. Самый тонкий. Давайте. Давайте. Смотрите, сколько народу вы не уважаете. Я не уважаю тех, кто приходит не слушать, а поднимать лапки не известно за что. А вы меня не известно. Вы известно, что сейчас срывает. Да, меня не срывает. А заставляю наблюдать тот регламент, который этот народ принял. Вы приняли регламент, что можно было задать вопрос. А мне вопрос задать не дали. А это нарушение регламента, принятого этим народом. Поэтому и я не уважаю этот народ. А вот тот, кто туда на столик забрал, он не уважает этот народ. Только и срывает. В полициях запал в дух удаленный зал. Обязательно. Давайте. Давайте. Только учтите, что я сам попросил вас. Вызовите полицию. Потому что второй гемпляр протокола будет у меня. И его вы подделать никогда не сможете. Слава всем. Второй гемпляр протокола у меня. Поэтому предлагаю проголосовать. Комиссия поддержала затея условно-разрешенного вида. И предлагается проголосовать. Кто за то, чтобы назначить условно-разрешенный вида. Товарищ Журбин в отношении председателя пытался вырвать. Это в нашей стране, это осценивается как попытка срыва публичных слушаний. Если зал поддерживает это, значит, регламент был выдержан. Реванг был выдержан. Было предложено и вопросы, и высказывания. После голосования Журбин решил выставить. И проявил себя неадекватно. Поэтому у меня предложение к залу. Участникам публичных слушаний. Публичных слушаний. Вынести вопрос на голосование. Представить участника слушаний Журбина удалить из зала. Вот такое предложение у меня есть. Тогда прошу проголосовать, кто за то, чтобы удалить Журбина из зала в качестве участника публичных слушаний. Кто за то? Отлично, ребята, молодцы. Счетник комиссии считаем. И на выборах точно тот же процент будет. Точно те же самые 86% будут на выборах. А потом будете плакать, почему мы так живем. Счетник комиссии считаем.